И теперь, господи и господи, приезжаем на следующий день вечером. Представим первым в Y-корне миксером звука для Закария Ти-Ярти. Ну что ж, дорогие друзья, едем дальше. Следующий поединок. Весовая категория 65 килограммов и появляется Закария Ти-Ярти. 26 лет, рост метр 73 сантиметра, вес 65 килограммов. Это базовый Таец, посмотрите на его профессиональный рекорд. 29 побед, 3 поражения, 13 побед нокаутом. Он этнический марокканец, но, как и многие марокканцы, кстати, живет и тренируется в Голландии. Это абсолютно нормальная, вполне привычная история для кикбоксинга профессионального. Таберлан Баширов. Таберлан Баширов. Боец, который стремительно набирает обороты. Очень техничный. Это как раз, в отличие от соперника, чистый кикбоксер. Выступал на чемпионатах России по любителям. Встречался с Дмитрием Графовым. Тоже небезызвестным нам всем бойцом. Говорил о том, что, когда начинал заниматься кикбоксингом и единоборствами, мечтал встретиться с Батухасиковым. Что все, хорошую планку себе ставил. Да, но плох тот солдат, который мечтает стать генералом. Помним прекрасный его бой с турком Мустафой Казмасом, который получился очень тяжелым для Томерлана Баширова. Но сейчас он нам наверняка явит вот то, о чем мы вам говорили. А именно, очень хорошую технику. Очень умное ведение боя. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Томерлана. Дима Томерлана. Дима Томерлана. Видимо, в углу у Томерлана Баширова, Асуфамбека Израилова. Вот он слева от нас. Это матчмейкер турнира по кикбоксингу ACB. Что такое марокканский кикбоксинг? Да, марокканоголландский, конечно же. Это абсолютно бескомпромиссный стиль. Могут и умеют подраться. Любят подраться. Ну вот, кстати, одним из таких, наверное, ярчайших примеров такого чисто марокканоголландского стиля это, конечно же, Шахида Улад-эль-Хадж. Но, с другой стороны, когда вот с такими бойцами начинаешь боксировать, именно боксировать, обыгрывать их, вот тогда возникают проблемы. Это, кстати, вот к вопросу недавнего боя Ники Хольскина с Алимом Набиевым. Как бы мне не нравилось Ники Хольскин, голландский кикбоксинг, это все-таки такие длинные серии с рук, заканчивая ногами, достаточно, ну, как-то, несложно читается, да, это. И Олимп провел прекрасный бой, конечно. Переиграл просто, не дал подраться. Опять же, видим, легкая в своя категория, очень много ударов с ног, с колен. Темп намного выше. То есть, и... Мне, например, как представитель тайского бокса, отрадно видеть работу ногами. В кикбоксинге мне всегда очень нравится, когда работают много ими. Неплохо так сейчас плотно пробивает коленом Закария Теярти. Как классно колено, потом сразу сразу среди ноги мидлкик. Столкнулись с головами, кстати, парни. Чревато это рассечениями. Вот так с разножки пробил в туловище Закария Теярти. Неплохо. Левой ногой по туловищу в исполнении Тамерлана. Ох, очень опасно. Прекрасная работа у него ногами, конечно. Чувствует, и тайминг... Старт очень классный бьет с ноги. Колено практически в голову. Брейк, 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 брейк. Опять же, очень вовремя используют колени. Это на встречных курсах колено всегда просто попасть на встречу. То есть атаковать им сложно, потому что соперник движется назад. А вот навстречу колено всегда очень прекрасно заходит. Вот опять. Опасно. Удар с разворота в исполнении Тамерлана левой сбоку. Брейк, брейк. Стоп, дайк. Вот, кстати, удары руками у Тамерлана заходят. Может быть, попробовать как раз, да, побоксировать именно. Да, и такое противостояние рук против... Против ног и колен. Стоп, дайк. Хорошо провалил с лоу-киком Тамерлан. Двоечка. Подсечка. Рефери делает замечание. Закаре Тиярти. 10 секунд до завершения первого раунда, который получается в высшей степени насыщенным. Поджимает, поджимает Тамерлан. И вот так, уже после сигнала гонга, обрушивает левый боковой. Вообще, видим, совершенно другой кинг-боксинг, отличающийся от предыдущих главарьев. Конечно, конечно. Зарубаешься с ним. Не надо, не на него прямо идти, как так, не надо. Провали, работай, я себе объяснил. Провали, он махаться ногами будет, он устает. Понимаешь? Понимаю. Ты раунд отдал ему. Здравствуйте. Не мы в Париже, ты раунд ему отдал. Сейчас этого надо, все, уже забегай, я тебе сказал. Хорошая техника, удары ногами у тебя, Лана. Ноги включай, он разворачивается. Нутренний лов, после своего внутреннего лова, задняя нога, смотри, лова, сразу рука идет. Ты обманывать должен, не отпускай эту руку. Мы же говорили не только что, что ты не будешь отдавать, а отдыхать, а ты стоишь. Все. В своем темпе работает. Он должен в твоем темпе работать. Ну, все правильно говорят, что нужно сразу судьбой. Ты один нау, как-то. Да. У нас мыли, видно, что Закарея более опытный. Здесь как раз старайтесь, в опыте на видно, что он навязал то, что нужно ему, чтобы шли на него. Встречал коленями. Прекрасная работа с ног, эти повторные миддлкики. Конечно, рачок очень здорово работает. Видно, что удары сильные. Конечно, они энергозатратные. Работу рукам просто нивелируется прихватами и блоком. То есть, он вообще практически по минимуму ударов. Хорошая, чисто голландская работа. Тамерлану нужно просто больше работать. Мало, мало делает. Да, ну вот, как ему и говорили, в углу, вновь. Вертушка. К сожалению, мимо денег. И побольше, побольше рук выбрасывать, побольше поджимать. Да, вот сейчас могло быть опасно. На грани это было. Там рефери не очень разобрался, бой не остановил. Хорошо. Вот это было здорово. На самом деле, в такие моменты могут и переломить внутри соперника. Когда вот ты начинаешь просто гнуть свою линию и ломаешь рисунок его боя, вот сейчас можно включиться и переломить. Вот, хорошо. Здорово руками работает Тамерлан машина. Ну, сейчас эпизод полностью за ними, считаю. Он, поиск, переламывает, начинает. Вот. Ну, мы говорили о том, что Тамерлан, это умный спортсмен. Обрати внимание на ли все левую сторону Тамерлана. У него, конечно, все разбито, да, в ударах лагами. Ага, опять. Ну, опять же, да, не будем забывать о том, что за корей от Ярти это базовый таец. Ну, это видно, это из крутки. Да, да, да. Ну, хорошо, опять, да. И вот опять сдвоенный миддл кик, как мы уже отмечали. И с этой же ноги колено. Не, ну, это просто прекрасное чувство веса. Но, опять же, рост, да, не такой большой. Поэтому это достаточно проще делать, чем людям с большим ростом. С такой другой антропометрией. Ух. Предупредили. Последнее китайское предупреждение за корей от Ярти. Минута до завершения раунда по номерам два. Вновь опаснейшая карена. Еще одно. Левый боковой плотный. Ну, там и Тамерлан тоже руками навесил нормально. Неплохая серия в исполнении Тамерлана. С финтом хотел пробить ногой в голову Закарь Ятьярти. Тамерлан начинает включаться, какие-то эпизоды забирает. Не хватает, немножко вот почаще бы это делать. После команды ударил Тамерлан Баширов. Действительно, здесь я согласен с возмущением Закарь Ятьярти. Ну и, кстати, еще повезло. Да, мог посечь, да, допустим, или нокаутировать. Ну что ж, очень плотный второй раунд, Саш, ну что думаешь? Классный. Ну, почему-то мне больше все-таки в этом бою импонирует Закарья, да. И, в принципе, его работа мне больше нравится. Ну, как я считаю, второй раунд выиграл. Он темп не сбавил. Конечно, Тамерлан лучше выглядел, чем в первом. Но вот надо ему вот в том же ключе так же работать, просто увеличить количество своих серий, количество их атак. Все правильно делает. Больше работать с рук, почаще взрываться, подхватывать после атак соперника ему нужно. Вот пару раз мы видели, когда промахился ногой. Да, голландский спортсмен, и он наказывал его за это. Вот такая работа нужна. Взрываться на руках, дали рука по печени. Все видит, просто чуть-чуть мало. Надо делать чуть больше ему. В углу, кстати, у Закария Тиярти мы видим бывшего чемпиона организации «Глори Уэлд Сириэс». Тоже голландца, Джейсона Уилнеса. Третий, завершающий раунд. Но, может быть, и не завершающий, потому что мы знаем, что это, возможно, дополнительные раунды. Раунд один, точнее. Ну, по моим ощущениям, что оба раунда 10-9 забрал все-таки Закария. Сейчас нужен Тамерлану нокдаун делать, или прям очень явно забирать этот раунд, чтобы хотя бы был экстра раунд. Это уже некрасиво, да. Здесь уже действует, как Виктор Артист, помнишь, в бою с Мэйвезером, когда ударил головой, пошел извиняться, обниматься, целоваться. Да, тяжело будет переломить, конечно, ход этого боя, Атумерлану Баширову. Просто обратите внимание, Закария вообще с руки работает. Вот сейчас включился, да, до этого просто блок-нога, блок-нога, блок-клинч нивелирует работу рук своей дистанцией. Да, ну, вот мы говорим как раз о том, как бойцы муай-тай ассимилируются в кикбоксинге. Они используют свои сильные стороны и пытаются каким-то образом закрыть слабые. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что в тайском боксе все-таки чистый бокс, да, он не так хорошо поставлен, как удары ногами и коленями. Конечно. Ну, как правило, тайцы, которые выступают в кикбоксингу, вот сначала они ставят общую технику, конечно, потом я по себе скажу, что мы начинаем подтягивать руки, потому что все-таки, конечно, в кикбоксинге, ну, там, как минимум половина удара, второбода рук, если не больше. Ну, вот, кстати, если говорить, вот, ну, за это можно и доказать уже было, кстати. Да, вот, согласен, да, вот эта чистая тайская скрутка была. Причем уже было последнее предупреждение. Да, последнее китайское предупреждение. Хорошо по туловищу зашло слева у Тамерлана Баширова. Здорово. Отличная комбинация в исполнении российского спортсмена. Вот, опять в корпус. Попадает ведь? Получается, да, получается. Получается делать свою работу. Вот, почувствовал в третьем раунде, ну, я прям очень хорошо. Вот, и дальний в голову сейчас достал, перевел. 35 секунд до завершения третьего раунда. С дворого руками накидывается Мерлан. Брейк, брейк, нахуй, нахуй, нахуй. Брейк, стоп. Стоп, 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 стоп. Последние секунды же поединка. Ну, сейчас считаю, что Мерлан забрал инициативу. Да, ну, по раундам, наверное, будет 2-1. Так получается? Ну, думаю, да, что третий раунд должны ему отдать. Вот, сейчас уже минус бал будет. А, и бал снимает. Да, за прихваченную ногу. А, прихватил ногу. До этого, кстати, прибеждал. Ну, смотри, тогда получается так, что 10-9, 10-9, 10-8. Ну, похоже на то, да. Опять же, если они не отдали этот раунд-то за карьер, если они отдали ему, то получается у нас 9-8. Хороший, плотный поединок мы с вами посмотрели. Противостояние стилей, тактик. Вот здесь здорово, да, провалил под лоу-кик. И прям почувствовал этот удар на себе за карьер, эти ярцы. Да, классно было. По туловищу много раз попадало руками и левой ногой. Памерлан Башира. Эпизод, за который сняли бал. На самом деле, достаточно, скажу, такое лояльное судейство. И за прихват не наказывает сильно, и за скрутки. Долго терпели его выходки, я считаю. Слишком долго, наверное, да? Да, рефери долго давал по работе. Вот это самое главное. Итак. Есть решение, похоже. Да, никаких дополнительных раундов мы с вами не увидим. Получается, что третий раунд тоже ему отдали? Да. Все три ему. Расстроен, конечно, этим обстоятельством Тамерлан Баширов. Но сделали он достаточно для победы? Вот так, по большому счету. Ну, третий раунд, он был, конечно, нащупал свою работу, да. Минус балл, опять же. Ну, говорят, тут либо экстра, да. Ну, вряд ли победа его не выглядела... То есть, общая картина боя, не было ясно, что он победил. Ну, на самом деле, очень классный бой, показал конкурентный. Чуть раньше начни он делать свою работу. Может быть. Я уверен, что да, могут переломить бой и выиграть этот поединок.